МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Меня зовут Юрий. Владелец Субару Фореста 2008 года. Американец, автомат, коробка, 2,5 объема двигателя. Но я уже лет, больше 10 лет на нем езжу. Машина хорошая, что можно сказать. Как все японцы, меня устраивает. Но я брал ее бушку, пятилетку. Стояла куча рядом, посмотрел на ее, сказала, что это моя. Столько лет езжу и радуюсь. Единственное вложение денег было, я уже знал намеренно, когда брал ее на Вангуре, проверяли, было запотевание двигателя. Хотя мне сказали, прокладку через неделю пробьет, 3 года отъездил. Ну да, вложение единственное, вынимали двигатель. Двигатель оппозитный. Приходится внимать, чтобы поменять прокладку. Единственное вложение было дорогое, больше 1000 долларов. А в основном радиатор поменял, прошлой зимы соли. Плюс трубки полетели, интеркулера такие мелкие. А так в основном расходники все стандартные. Колодки, масла. Ну сейчас вот единственный вопрос, надо поменять синхронизатор автомата. Ну стоит релюшка эта, она не заводится иногда. Ну так. А так, в принципе, все. Все в порядке, все нормально, все устраивает. Честно сказать, да, расход топлива, именно топлива немалый. Честно скажу, потому что где-то я высчитывал по городу, 14 литров идет. На трассе немножко меньше. По комфорту, по самой машине ощущение, это гораздо лучше, что я ездил. Я на многих ездил, чисто так. И работал, и катал, собрал людей. Машина достойная, мне нравится. И цены, кстати, по своему классу, они нормальные цены, короче. Есть вопросы, и вопросы постепенно возникают. Как-то годы берут свое, вопросы возникают. Защиту никогда не делал. Задуматься сейчас начал после стольких лет использования. Потому что начали потихоньку вылазить жучки. Вот и все. А так, как-то об этом. Ну, в прошлом году вот вокруг прошелся сам. Убрал всю эту ржавчину. Прошелся цинкарем. Потом закупорил это все. Смыл, закупорил, запломбировал. И мавирем прошелся. Вот и все. Так вот. Пока, пока на первый этап. Пока приостановил, скажем, вот эту ржавчину. Приостановил, чтобы она не шла дальше. Ну, под машиной там, конечно, беда. Согласен. Но залазил после раз, когда меняли мне колодки. Просто залез, посмотрел механики. Да. Не вопрос. Давайте посмотрим. Самому интересно, что там творится. Ну что, поехали. Визуальный осмотр снизу Subaru. И дефектация. Значит, поверхностная коррозия на днище. Естественно, присутствует то, что машина уже достаточно приличного года выпуска. И срок эксплуатации здесь. Поверхностная коррозия есть на нижней части порогов. Вот на этом шве. Она снаружи. Мы посмотрим, насколько она сильно развилась изнутри. Снаружи, по всему порогу. По всей длине. Как правило, передняя часть менее подвержена коррозии. Задняя часть больше. Эта машина не исключение. Задняя часть нища. И подвески обильно ржавая. Поверхностная коррозия. На предмет щелевой мы проверим ее с точки зрения эндоскопа. Задние лонжероны, задние свесы ржавые прилично. Подвеска. Ну, как правило, это не особенно важно. Но, тем не менее, да, вот задняя балка обильно ржавая. Посмотрим, что у нас с точки зрения тормозных трубок. Да, в хорошем состоянии. Интересно. Интересно. Ну, хорошо. Это уже хорошо. По днищу, по открытым участкам. Гравитекс, не поврежденный, без коррозии. На стыках кое-где появляется щелевая коррозия изнутри. Все понятно? Практически стандартная ситуация. Ничего удивительного. Сначала тактильный осмотр. Я через технологическое отверстие попадаю вот в переднюю часть порога, в одну из полостей. И хочу тактильным образом проконтролировать, если там консервант. Его нету. Но в этом месте и щелевой коррозии я не вижу. Чуть-чуть поверхностной, но очень мало. Эта полость чистая. Так, посмотрим. Вот в этом ножероне мы сзади в него проникаем и смотрим, насколько он внутри с коррозией. А в нем есть много коррозии. Визуально ее видно сразу. Поверхностная. И вот есть места. Щелевая коррозия. Там, где вот эти два элемента сходятся, там щелевая коррозия. Вот это самое сложное в профилактике. И это самое важное, потому что это щелевая коррозия, потом разопрет вот этот вот шов, который герметом снаружи замазан. Визуально он хорошо выглядит, все хорошо, а внутри достаточно много коррозии. Посмотрим, что в левом. Такая же ситуация. На стыке достаточно обильно присутствует коррозия. Еще мы сняли заглушку в задней части заднего лонжерона. Снаружи обильная коррозия, а внутри чисто. Вот такие вот метаморфозы. Внутри чисто. Отверстие слишком маленькое для того, чтобы тактильным образом проконтролировать, если там консервант. Но я визуально вижу, что его там нет. Никакого консерванта нет. Снаружи все очень ржавое, внутри практически идеальное. Исходя из этого, можно сделать вывод, что не все то, что мы видим глазами снизу, когда мы поднимаем автомобиль, не все это отражает действительность. Есть нюансы, которые нужно знать и знать, как их предотвращать. Мы сняли накладку на пороге, на водительском проеме. И с помощью эндоскопа попадаем в скрытую полость порога. У меня задача дойти до того места, где сходятся две части порога в нижний шов. Снаружи он ржавый. Я хочу проконтролировать, насколько он ржавый изнутри. Щелевая поверхностная коррозия. То есть, он ржавеет не только снаружи, а это следствие. Он начал ржаветь изнутри. Но его еще коррозия не расперла. Он еще не разошелся. Есть шанс эту всю проблему вылечить. По крайней мере, замедлить эти процессы. Остановить их. Кстати, визуально я вижу, что какой-то консервант в пороге есть. Сейчас попробую пальцем. До конца не могу проконтролировать. Пока не чувствуется ничего. Но это не самое важное. Главное, что есть ржавчина. Я ее вижу. И понятно, что с ней делать. В этой машине достаточно много недостатков снаружи. По лакокрасочному покрытию. Это отдельная история. Меня интересует с точки зрения сохранности швов дверей. Водительская дверь. Все ок. Задняя дверь. Тоже ок. Вот здесь под накладками поверхностная коррозия есть. Но это за счет того, что повреждено лакокрасочное покрытие в процессе эксплуатации. Вот точно так же проблема. Часто из-за чего возникает вот эта проблема? Из-за того, что вот этот пластик трется в соприкосновении с вот этим вот элементом крыла. И протирает лакокрасочное покрытие. Появляется поверхностная коррозия. И потом она начинает потихонечку-потихонечку ползти. То есть ее нужно убирать в зародуши. Либо дальше она будет распространяться. Смотрим заднюю крышку. Шов. Все хорошо. Вот в подтверждение моих слов, что завод-изготовитель ресурс заложил достаточно серьезный. То есть вот не разошелся шов ни в одной двери, которую я посмотрел. И задняя крышка точно такая же. Хорошая. Кстати, еще говорит о том, что наверняка не было никакой аварии. Ничего не ремонтировалось. Так, а вот эта дверь, вот эта дверь, вот, она уже, у нее вот здесь шов расходится. То есть вполне возможно, вполне возможно, когда-то она была либо примята и отремонтирована некачественно, может быть, когда-то, да? И из-за этого вот, вот, вот эта вот проблема щелевой коррозии, которая вырезана наружу. А вот четвертая дверь отличная. То есть у нас получается три двери и крышка багажника в идеальном состоянии с точки зрения вот этих вот частей. А одна дверь проблемная, уже разошелся шов. Говорит о том, что были проблемы, был некачественный кузовной ремонт и, скорее всего. Шов в отличном состоянии, да? Но в тех местах, где мухобойка была прикручена скобами, протиралось лакокрасочное покрытие и самый кончик вот капота, он начал уже обильно ржаветь, да? То есть это следствие эксплуатации с вот таким вот устройством, как мухобойка. И тюнинг, привнесенный кем-то, да, привнес и еще кузовные проблемы, да? То есть если бы этого тюнинга не было, то этих проблем не было. Но опять же, это не говорит о том, что не надо делать тюнинг. Надо просто устанавливать правильно, либо следить за тем, чтобы не протиралось лакокрасочное покрытие. И очень интересная ситуация, да? У нас обильная поверхностная коррозия вокруг замка капота. Из-за чего это происходит? Я затрудняюсь сказать, вполне возможно, нет. Здесь закрыто, доступа реагентам нет. Не знаю, из-за чего это происходит, но очень странно. И, кстати, вот здесь обильные солевые отложения. Скорее всего, что сюда задувает грязь в процессе эксплуатации. И вот ржавеет. Естественно, в капоте нет никакого консерванта внутри. И он там необходим. Подкапотное пространство, естественно, как во всех Subaru, просто прокрашено. Никакого дополнительного антикора нет. Машина хорошо подготовлена, сделана. За столько лет эксплуатации никаких проблем нет. То есть если машина не была аварийной, то, в принципе, все ок. И даже много лет эксплуатации приносят очень мало расстройства. Все хорошо. Как и ожидалось, Subaru – это хороший породистый японский автомобиль. Завод-изготовитель достаточно серьезный ресурс заложил в этот автомобиль. И даже то, что владелец не задумывался о дополнительном антикоре последние 10 лет эксплуатации этого автомобиля в наших сложных условиях, в принципе, не дал очень серьезных проблем. Не дал. Но они есть. Значит, поверхностная коррозия по кузову снаружи, по элементам лакокрасочного покрытия поврежденным. И эти проблемы надо убирать с помощью качественного кузовного ремонта. Потому что лакокрасочное покрытие – это тот же самый антикор, только снаружи автомобиля. Что касается снизу автомобиля и изнутри силовой конструкции. Я обнаружил достаточно обильную коррозию в силовых элементах нища. Нужна профилактика. Забивать на это не стоит. Надо этим озадачиться. В пороге снаружи я увидел достаточно много коррозии по низу порога. И точно так же ее увидел изнутри с помощью эндоскопа. Точно так же профилактика необходима. Уже процесс этот запущен. И его нужно как можно быстрее остановить. Если на него не обращать внимания, то он будет прогрессировать очень быстро. И приведет к нежелательным последствиям. Из щелевой коррозии превратится в сквозную коррозию. А это уже плохо. Это дорогой ремонт. В принципе, если озадачиться тем, чтобы сохранить этот автомобиль, надо делать профилактические работы. Уже не стоит этим пренебрегать. Нужно это делать. Так, у нас реальный владелец Юрий. Реальный автомобиль Subaru Forester 2008 года. Ну и 10 лет эксплуатировался здесь, в Белоруссии, с нашей солью, с нашей зимой. Только что закончилась зима. Что скажет доктор? Какие проблемы? Проблемы по лакокрасочному покрытию надо решать с точки зрения качественного кузовного ремонта. Лакокрасочное покрытие надо отремонтировать. Это тот же самый антикор, только снаружи автомобиля. Обязательно это надо сделать. Иначе проблемы будут прогрессировать. Полумерами их будет решать все сложнее и сложнее. Это первое. Второе. С точки зрения силовой конструкции кузова автомобиль породистый, хороший. Конструкция кузова автомобиля, заложенная заводом-изготовителем, хороший ресурс. Но пришло время профилактических мер. Их никаких не было. И определенные болезни появились. Их можно еще остановить или, по крайней мере, эффективно лечить. Вот и все. То есть надо делать профилактику с точки зрения антикоррозийной защиты. Еще вот отмечу, Юрий, что тебе, так скажем, повезло. Почему? Потому что эта машина не аварийная. Вот это просто повезло. Буквально вот Александр из Витебска мне недавно звонил, спрашивал про Ауди. И сказал из Америки. Сказал там то-то, то-то битое. Я еще раз попросил, посмотри. И сказал однозначно, не бери эту машину. Потому что вот та машина за 10 лет в таком состоянии не будет никогда. Аварийная машина, поверьте, через 2-3 года, как бы ее качественно не делали. А у нас, ну, трудно найти специалистов по качественному ремонту кузовному. Вот. Но тебе как раз здесь, мне кажется, Юрий, уже нужно красить. Не только своими ручками. То есть, составляя калькуляцию, так скажем, где-то около 500-600 рублей. Это покраска элементов, ну, потому что их можно... Одновременно. Ну, нет, ну, все-таки можно найти по 100 долларов элементы, красить его не целиком. Может быть, здесь вот для машины я не советовал бы целиком все обливать. Это как вариант. Частичный, да. Да, да. То есть, я думаю, что вот здесь в таком состоянии вполне возможно. Плюс, все-таки, то, что ты не задумывался никогда про антикоррозийную защиту, настало время задуматься. Потому что, ну, машину ты же не будешь продавать в ближайшее время? Не собираюсь пока. Вот. То есть, как минимум 2-3 года, даже если ты будешь ездить, поверь, ты будешь, ну, быть уверен, что дальше те проблемы, которые есть, а все-таки мы посмотрели и пороги, да. Да, да, да. То есть, а вот тот порог, который уже пошел изнутри, как его можно на самом деле вылечить? То есть, его можно вылечить, пока ремонт там не нужен. Щелевая коррозия достаточно обильная, но еще не та, которая приводит к тому, чтобы надо было лечить этот порог с точки зрения кузовного ремонта. Достаточно проникающим антикорром его пропитывать, и это остановит те процессы, которые есть. И наблюдать за этим. Если за несколько лет ситуация не ухудшилась, то все ок, значит, процесс остановился. Если проблемы дальше начинают усложняться, тогда надо задуматься о том, чтобы ремонтировать этот порог. На сегодняшний день профилактических мер, я предполагаю, будет достаточно. Ну, хорошо. А вот если в таком состоянии автомобиль взять, ну, так скажем, например, покрыть покрывающим антикором, да, ну, или вот тот же порог взять, залить мавилем, ну, прям вот, взять, залить мавилем. Просто дешево. Да, мавилем не подойдет, потому что это тот антикор, который не имеет проникающую способность, способную лечить щелевую коррозию, которая есть сейчас на данный момент. Покрывающий антикор с этим не справится, только проникающий антикор и на масляной основе. Вот только они могут дать результат, который надо смотреть в процессе, да, и оценивать. Полечилась проблема, либо она ухудшилась. Если ухудшилась, ремонт, если полечилась, все, ок, так и оставить. Ну что ж, Юра, вот тебе рецепт доктора. Спасибо, доктор, прекрасно. Спасибо, что заехал. Спасибо. Сергей, спасибо, что посмотрел. Всегда рад. Какие у вас возникают проблемы с Subaru Forester разных поколений, но тем более те машины, которые уже не один год, а вот как наш пример, уже более 10 лет и ездят в наших условиях эксплуатации. Что с кузовом, как вы их решаете? Пишите в комментариях под этим видео. Поверьте, ваши комментарии будут очень полезны самим владельцам. Ну, не забудьте найти нас, Автопанорама, во всех соцсетях, подписаться на наш YouTube. У нас есть направление отзыва реальных владельцев. Пишите нам, если у вас интересные массовые автомобили, мы абсолютно бесплатно пройдем вместе с вами вот этот осмотр, делаем рекомендации, составим калькуляцию, сколько будет стоить лечение вашего автомобиля. Меня зовут Павел Кореневский. До встречи в Автопанораме. Юрий, ну что будешь делать с машиной? Ну, теперь уже буду делать. Надо что-то ремонтировать. Надо начинать, хотя бы, с профилактики. А потом уже буду смотреть на мишу, положить красочную зиму. Но ты не собираешься пока машину продавать? Да нет, конечно. Хорошую машину зачем продавать? На что менять неизвестно. Да, но ты цену теперь знаешь, сколько тебе примерно обойдется, да? С чего начнешь? Ну, скорее всего, с кузовщины внутренней части, а потом уже наружная. То есть это более дешевле и профилактичнее. Спасибо, удачи! Спасибо, хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok